на завтрак у нас сегодня творожные вафли рецепт теста я вам уже показывала открываем нашу разогретую вафельницу и вот так вот по половинку добавляем тесто я делаю еще на муке из твердых сортов то есть белок сложный углевод это вообще полезный завтрак накрываем и оставляем на несколько минут прожарится на обычно это 3-4 минуты хорошо что здесь готовится сразу 4 вафли потому что когда по 2 это очень долго получается ну что я думаю что вафли готовы ох ты какие красивые в общем таким способом дожариваем все остальные на мой взгляд выглядит очень аппетитно наш вкусный завтрак дожариваю последние вафельки последние три еще буквально минутки две осталось и вот готовы здесь у меня тахин с пикмезом и сегодня его еле размешала тахин стоял в холодильнике застыл пикмез куска кошка-коска и вот такие вот мармелады от ели у с это с инжиром а это анюткин любимый без сахара с голубикой голубичный вафли я делаю вы знаете что не сладкий ну как я добавляю немного сахара ванили но совсем чуть-чуть потому что нравится вот тахин пикмезом тут нет сахара но он сладкий зачем много сахара добавлять вафли общем нас будет вот такой завтрак сейчас заварим еще вкусный кофе и будет вообще супер супер всем приятного аппетита на улице у нас сегодня настоящая осень опять дождь очень много желтой листвы и все засыпано желтыми листьями потому что дождь был такой сильный ветер что просто все осыпается вышли немножко пройтись на прогулку подышать свежим воздухом доброе утро у нас уже следующий день вчера было воскресенье вам начало снимать такое было хорошее настроение и снимать у меня к вам не получилось я вчера пошла быстро расскажу отправлять посылки вам мы припарковали машину возле почты мы только вышли с машины вот только вышли мы с нее перешли через дорогу до места назначения и в нас стоящих въехала машина повреждение не критические слетела бампер и треснула стекло но разбилась фара конечно обидно девочки и естественно что я уже ничего отправлять вчера не пошла мы пока оформили все эти протоколы мы не виноваты мы стояли мы припарковались а человек который ехал у него в общем права с 1 сентября 1 сентября только права получил и он получается не вписался не рассчитал и как бы задом въехал чем оформили его протокол вчера сегодня нужно дождаться комиссара который зафиксирует повреждение после этого можно будет машину починить я надеюсь что это все чинится быстро слава богу она ходу но просто знаете обидно что мы припарковали все как положено и человек вот так вот просто взял и въехал на ровном месте девочки посылки я вчера не отправила я дико извиняюсь но мне нужно несколько дней месяц нужно разобрать так как я владелец машины мне нужно ехать страховую мне нужно писать заявление мне нужно обращаться к комиссару я сейчас пару дней займусь вот этим все сделаю и потом дойду до почты и отправлю вам посылку потому что я еще работаю и у меня целый день работа и на вечер я попросила этого комиссара чтобы он согласился он согласился потому что днем я не могу вот в общем у нас будет влог за два дня ну ну как получилось в нашей жизни лайфстайл поэтому вот как есть так есть сейчас быстро сделаю пилинг вот такой не верю приведу себя в порядок кстати хотела вам еще посоветовать я купила анютка мне подарила вот такой baby крем от эвелайн наверное будет обратная сторону показывать satin touch baby крем 8 в одном на функциональный тональный крем с увлажняющей сывороткой гиалуроновая кислота у меня то 001 а и варе и варе как правильно с spf 10 вот общем я сейчас про пилингуюсь и нанесу не буду сегодня какой-то макияж там нет мне настроение сегодня я только-только с душа раннее утро девочки чем сделаю вот такую штуку днем буду работать к вам не покажусь покажусь уже наверное вечером мне на нужно ехать в эту страховую компанию к этому комиссару страховая компания это того мужчины который в нас въехал вчера они должны зафиксировать поломки и осмотреть машину и оформить акт просчитать сколько финансово да в денежном эквиваленте они должны нам оплатить страховку девочки буду наводить красоту обязательно попробуйте вот такой биби крем вам очень понравится я уверена для сухой кожи это вообще просто бомба и вот это я со швейцарии привезла невея тоже неплохой пилинг нужно юнис мой любимый поискать вообще вот такие у нас новости не всегда новости у нас хорошие положительные как вы видите ну как есть не стала скрывать в общем мои хорошие всех люблю увидимся с вами через секунду у нас уже вечер день сегодня прошел очень суматошно примут от слова совсем работаясь нервничала скажу честно какого-то настроения снимать тоже не было все вечер я немножко пришла в чувства сделали все что надо все оформили все в общем я надеюсь что все будет хорошо в общем хотела вам показать готовить у меня сегодня времени вообще не было и нет так как время уже позднее общем заехали сама липыла купила на ужин вот такие вот меланси с мьясом две упаковочки здесь по полкило в каждой упаковочке то 6 блинчиков и анютка у меня очень любит вот эти сырники с шоколадом тоже упаковку здесь почти почти килограмм нет грамм 800 наверное здесь в общем девочки сырнички с шоколадом и мантин так и зашли мы в красный червоный маркет мне нужно было кое-что купить в общем в итоге как вся набрали девочки то что надо и то что не надо сейчас вам буду показывать такая сумка у них классная вильна украина подавиться я каарна и там пакеты 1 раз говорю нет ли мне пакет не надо мне нужна сумка я думал знаете сейчас будет цена какая-то космическая нет вообще очень очень дешево просто идешь автобе вильна украина так девочки что купила рубрика что купила девочки купила скалку у меня здесь нет скалки чем это только не раскатывала вот такая скалочка небольшая как раз то что мне нужно и цена у него 27 гривен всего ну то есть ни о чем других магазинах по 150 200 200 чем-то и думала тоже здесь будет дорого но нет не дорогая так давайте вот так достану салфетки важные взяла одну упаковку они всегда нужны и девочки три вот такие вот контейнера хочу кексы с анюткой испечь а формочки у меня нет для кексов и я буду делать в одноразовых потом их просто выброшу кстати они нам они стоили 27 или 26 гривен а там как-то делаешь покупки в итоге тебе что-то идет за 10 копеек нам в общем эти формочки вышли за 10 копеек так купила я еще мешочек такой бюджетный для стирки ставите что-то деликатная анютка себе купила ножницы вот такие фиолетовые таких у нее есть какие-то затупились в общем затупились и ребенок захотел себе ножнички пусть будут рукой неудобно так девочки еще у меня здесь вообще нет ниток с иголками вот от слова совсем купила вот такой наборчик сейчас откроем с вами посмотрим что туда входит значит наборчик сумочка набор иголок видите разные разного размера на ну как на пальцник вот такие нитки но здесь их не сильно много если посмотреться туда же местами просвечивается белая коробка картонка но учитывая что мне здесь вообще нет не так и не так не иголок мне подойдет сантиметр мне как раз был нужен потому что мне этом попросила чтоб сестра мне свитер связал не даже замерить не чем чем замеряем сантиметром и вот такие текаве ножнички ну как как на ничего так очень отлично так и последнее не не последняя анютка себе купила вот такие наклейки на ногти человек же все маникюры там себе делает сказала ей очень надо так и сейчас достану холодный папер или люблю я вы знаете бумажные полотенца всякие вот такие вот купила рулончик не недорого стоило они у нас большой расход и все да это что чек наверное с магазина да девочки вот это все к ну кроме блинов и сырников вместе сумочка вышла 340 гривен 52 копейки сумочкой буду пользоваться потому что она мне очень сильно понравилась такая классная стильная очень красивая на этой нотке вам наверное сегодня скажу до свидания я просто так неимоверно устала я очень хочу кушать сейчас быстро приготовлю блинчики заварю чай и у меня такой стрессовый день не надо просто просто полежать в общем как то так поэтому мои хорошие всем пока пока и увидимся с вами завтра в новом видео мы кстати получили посылку очень интересную и я вам завтра ее покажу я уверена что вам тоже очень понравится мне там для вас есть такой сюрпризик но то будет завтра все всем пока пока